Королевские похороны, как и королевские свадьбы, событие экстраординарное, поэтому всем, кто удивляется, почему так долго королеву Елизавету не могут похоронить, ответ простой. С ней должны иметь право попрощаться все жители Великобритании. Елизавета и после смерти продолжает свой путь по Великобритании. Умерла она в шотландском замке Балмарал. Через три дня ее гроб отправился в Эдинбург, после в собор Святого Джалса, где его установили на сутки, чтобы люди могли попрощаться со своей королевой. И только через пять дней гроб с телом королевы был доставлен на базу королевских ВВС Нордхолл в Лондон на самолете С-17. Мир облетели фотографии прибытия королевы Елизаветы II в Лондон первый раз в качестве монарха в феврале 1952 и последней в сентябре 2022. Процессию сопровождала королевская принцесса Анна, единственная дочь королевы, которая рассказала, что ей посчастливилось разделить последние 24 часа жизни своей дорогой матери. В Букингемском дворце прошла частная семейная церемония прощания, на которой были все члены семьи, в том числе Меган Маркл и принц Гарри. И вот на шестой день королева навсегда покинула место своей работы Букингемский дворец в сопровождении короля Карла III, принца Уэльского, принцев Гарри и Эндрю, которые, заметим, были не в военной форме, принца Эдварда, принцессы Анны, сэра Тимоти Лоуренса, Питера Филлипса, герцога Глостерского, графа Сноудена. На автомобилях за процессией следовали королева-консорт Камила, Кэтрин, принцесса Уэльская, Меган, герцогиня Сассекская, Софи, графиня Уэссекская. Долгая процессия с участием королевского полка направилась в Вестминский замок под звон Биг Бена и орудийный салют, где состоялась служба. Конечно, и здесь всплывают в памяти моменты, которые так похожи, когда принц Уильям и Гарри провожали еще одну главную женщину в своей жизни, Леди и Диану. В центре Лондона собралось много людей, которые еще недавно здесь же праздновали Платиновый юбилей Елизаветы на троне Великобритании. Теперь они провожают ее, нет, еще не в последний путь. Гроб Елизаветы будет находиться четыре дня в Вестминском дворце, где каждый сможет попрощаться со своей королевой, и только 19 сентября состоятся государственные похороны, и гроб из дворца переместят в Вестминское аббатство, где пройдет поминальная служба. После этого королева наконец отправится в свой последний путь из Лондона в Виндзорский дворец, где будет похоронена рядом со своим мужем, принцем Филиппом, в семейной часовне короля Георга VI. На первых британских государственных похоронах со времен смерти Уинстона Черчилля, помимо миллионов жителей Великобритании, Елизавету будут провожать более 500 высокопоставленных гостей со всего мира, в их числе лидеры всех ведущих государств. Можно сколько угодно рассуждать, зачем так долго, дорого и пафосно проводят королевские похороны Великобритании, но этим традициям более 700 лет, и они уже часть каждого жителя Туманного Альбиона.